Всем добрый день! Давным-давно, в 1981 году, на страницах британского журнала комиксов 2000AD, начал печататься фантастический стрип Rogue Trooper, который рассказывал о глобальной войне на вымышленной планете New Earth. В ходе жестокого противостояния планета оказалась отравленной всеми видами химического и биологического оружия. Люди были вынуждены жить в изолированных городах, а вне их стен снаряжаться в химкостюмы. Одна из сторон конфликта научилась выращивать генетических солдат, имеющих иммунитет к отравленной атмосфере планеты. О секретном оружии узнает вражеский генерал, которому также доложили о месте высадки генетической пехоты. Недолго думая, злой генерал устраивает засаду на фантомасов и быстренько их вырезает. В живых остается лишь небольшая кучка генетических солдат, и один из них, Rogue, решает отомстить вражескому генералу за геноцид. Первая игра по вселенной Rogue Trooper является чуть ли не ровесником самого комикса про генетическую пехоту. Она вышла в 1986 году на платформах Amstrad, Commodore 64 и Spectrum. Следующая игра появилась в 91-м на платформе Amiga. И через 15 лет в 2006-м выходит последняя игра по этой вселенной. Однако 17 октября 2017 года был выпущен ремастер этой игры. Демонстрировать я буду кадры именно из ремастера. Но так как он представляет из себя только визуальное обновление, описание геймплея будет справедливо для обеих игр. Основная механика игры — бегай, стреляй, прячься за укрытиями. Противников в игре достаточно много, и большинство из них — люди. Сперва под пули будут бросаться всякие слабаки, которые и кусают не сильно, и умирают быстро. По мере прохождения их будут заменять более крутые перцы. Мгновенно ликвидировать супостата возможно точным выстрелом прямо в ухо, а также продырявив баллоны за его спиной. Вражью мразь возможно валить и тихим способом. С трупов можно собирать материалы, необходимые для обновления своего, так сказать, гардероба. В самом начале в вашем распоряжении автомат, который может стрелять как очередями, так и в режиме снайперской винтовки, пистолет и гранаты. Со временем за счет найденных материалов вы сможете открыть новые модификации автомата, виды гранат и разные тактические приемы. Автомат впоследствии может трансформироваться в дробовик, миномет, ионную пушку и ракетницу. Дробовик незаменим в замкнутом пространстве, но бесполезен в открытом поле. Миномет выстреливает снарядом, который затем рассыпается на несколько более мелких фрагментов. Ионная пушка не сильно порадует в дуэли один на один, но зато она способна атаковать сразу несколько рядом стоящих супостатов. Ракетница предназначена исключительно против наземной и воздушной техники. Без фиксации цели стрелять она не может. Гранаты также существуют нескольких видов. Осколочная, электромагнитная, магнитная и зажигательная. Тактическими приемами я называю ряд дополнительных возможностей. Среди них установка глушителя, трансформация автомата под автоматическую турель, проецирование голограммы для разведки местности и отвлечения противников, и звуковая приманка. Все это также открывается за материалы. За них, кстати говоря, можно увеличивать максимальный запас здоровья и объем магазинов. Помимо всего этого, материалы необходимы для восполнения запаса патронов, гранат и создания медицинских инъекций, которые не дадут вам склеить ласты. Раздобыть материалы можно не только с трупов павших воинов, но и в спрятанных по всей карте кучах. Косить врагов на самом деле не составит особого труда. Тупые, как пробка овощи, бросаются под пули, как одурелые, не пытаясь вас обойти или хотя бы отпрыгнуть от упавшей под ноги гранаты. Иногда, правда, они додумываются спрятаться за ближайшее укрытие, но желание подбежать вплотную к противнику и тупо расстрелять его в упор все же пересиливает. Отстрел овощей — это основное, чем вы будете заняты. Порой вам будут давать посидеть за разными пушками и турелями, а иногда этому будет посвящена большая часть уровня. Мультиплеер в игре 2006 года давным-давно зарос паутиной. Дело в том, что связь проходила через сервера GameSpy, а эта компания прекратила свое существование более трех лет назад. В Rogue Trooper Redux мультиплеер игрокам вернули. Всего существует два режима игры — прохождение и осада. Прохождение, к сожалению, не является полноценным кооперативом. Игрокам предоставляется определенная локация, в которой они должны за время пройти из точки А в точку Б. В режиме осада вам необходимо отстоять зону некоторое время, не умерев. На вас будут нападать противники, с каждой волной все сильнее. Знакомых из одиночной игры материалов здесь нет. Пополнять здоровье или боезапас вы сможете с помощью разбросанных по локации бонусов. В сетевой игре вы можете использовать пистолет, автомат, все виды гранат и одну из модификаций автомата. Какую именно, вы выберете при создании персонажа. Rogue Trooper в целом весьма добротный, но одноразовый экшен. 11 лет назад лично меня поразила система ведения огня из-за укрытий. Тогда это было по-настоящему круто, потому что тот же Gears of War вышел только спустя несколько месяцев, а на ПК и вовсе через год. К сожалению, запала хватает только на одно прохождение. Однообразный геймплей практически ничем не разбавляется на протяжении всей игры. Лично мое мнение, это не та игра, которую необходимо реставрировать и подавать современному геймеру в новой упаковке. Однако это сделали. И сделали спустя рукава. Ясно, что ремастер сам по себе не должен затрагивать механику игры. Но неужели 11 лет назад все восторгались тупорылыми NPC? Если сделать их чуточку умнее, это что, разрушит всю атмосферу? Ну да черт с ним, взглянем на визуальную часть. Новые текстуры и современные шейдеры продвигают игру максимум на три года вперед. Графика в ремастере оставляет желать лучшего. Модели не изменены. Все те же угловатые стены, квадратные постройки и плоская земля. Все та же резкая анимация и дерганая рэгдольная физика. В старой версии это вызывает умиление и ностальгирующие вздохи. Но в ремастере один сплошной стыд. А мультиплеер? Но мультиплеер ведь начал работать. А толку от нового мультиплеера не больше, чем от старого в настоящее время. Я, конечно, точно не знаю, может моих 30 мегабит не хватает для полноценной связи с серверами. Но судя по пингу других игроков, они такие же задрипанные колхозники. Так у меня не лагало последние лет 10. Поменять комнату я не смог, так как других попросту не было. Создав свою комнату, разумеется, никто так и не подключился. Черт его знает, конечно, может сейчас ситуация изменилась, но что-то мне подсказывает, что... нет. Что могу сказать в завершении? Если вас заинтересовала эта игра, то приобретайте Rogue Trooper версии шестого года. Впечатления останутся те же, но хоть две сотни сэкономите. И на этом по Rogue Trooper Redux все. Если вам понравился данный ролик, подписывайтесь, делитесь роликом с друзьями, а также оставляйте ваши комментарии. О большем мы и не просим. Спасибо всем за просмотр. С вами были канал Neon Games и Юрий Сеодир Орлов. До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok